Уже седьмой год IT-лицей Казанска Федерального университета проводит всероссийский конкурс проектов в области информационных технологий казань-форум.док. В 2020 году из-за пандемии конкурс временно был приостановлен, но уже в этом году лицеисты снова решили организовывать полюбившийся турнир. Участие в данном конкурсе приняли юные IT-специалисты из разных уголков России. К участию были приглашены команды учащихся с 7 по 11 классы, а также с 1 по 2 курс колледжей в составе от 1 до 3 человек под руководством педагогов-наставников. Это вот история про командную работу, про проектную деятельность, потому что ребята, которые приезжают сюда, они как правило уже приезжают с задумкой, они возможно даже приезжают с каким-то продуктом и имеют возможность здесь в командах при помощи экспертов, менторов совершенствовать свой продукт и дальше презентовывать его экспертному сообществу, жюри. Это вот очень важно, чтобы школьники имели такую возможность, такую площадку. И Казан Форум ДОК такую площадку предоставляет. Отметим, что данный фестиваль организовывается исключительно участниками лицея, что помогает детям развить не только технические особенности, но и организаторские навыки. В рамках конкурса было принято решение провести несколько этапов. Первой ступенью станет заочный отбор. В нем приняло участие 105 человек, из которых в следующий этап прошло всего 69 участников. Вторым шагом станет очный отбор. Здесь задачей ребят станет выступление в формате ТТТ с прослушиванием комментариев, доработка проекта в формате каворкинг, а в завершении станет повторное выступление, во время которого жюри поставят свои баллы. Очень важно поддерживать ребят в их начинаниях, когда они пытаются придумать какие-то новые решения, продукты, которые можно внедрять в нашу реальную жизнь. И важно, что они уже со школьных лет пытаются их создавать, демонстрируют это нам. И получают шанс выпустить продукты в реальную жизнь и начать не только относить какую-то полезную информацию до людей, но еще получать прибыль для себя с продаж, с покупок, с этих продуктов. Лицеисты с нетерпением ждут данный конкурс, ведь он не только расширяет кругозор, но и помогает набрать как можно больше новых знакомств. И самое главное, подчеркнуть опыт своих мудрых наставников. Например, Тимур Шагалиев вместе с сокоматником Артемом Улесовым разработали проект «Корпоративный мессенджер Инвиз», который направлен на защиту данных. О решении защищать свой проект на данном конкурсе отвечали просто. Ну, данный проект мы уже придумали довольно-таки давно и в течение, наверное, трех лет уже его реализовывали. Пробовали участвовать во многих конкурсах, занимали места и решили поучаствовать в этом конкурсе, так как он имеет очень большое вообще значение и престижным является. Официальное закрытие конкурса состоится 22 октября. Мы желаем юным специалистам успеха в конкурсе и реализации своих проектов.